Эфир телеканала Краснодар. Продолжают новости о событиях 14 марта. Расскажу вам я, Анна Мальгина, но сначала к темам выпуска. Недетские масштабы. Изучили рынок, посмотрели. Приняли решение, что наши детки не могут остаться без хороших, качественных детских игрушек. Как промышленные предприятия региона отвечают на современные вызовы и как их поддерживает государство. Великолепная пятерка и вратарь. С мужем хотели девочки, думаем, может получится четвертая девочка. И вот получилось вот так. Многодетная семья из Краснодара вручил необычный подарок глава города. Вениамин Кондратьев встретился с послом Республики Казахстан в России. Казахстан это самый надежный партнер России. Об итогах встречи расскажем. По всей России продолжает действовать инспроект формирования комфортной городской среды. Как преображаются города в разных регионах страны благодаря ему. Владимир Путин обратился к россиянам накануне выборов президента России. Он назвал предстоящие события крайне важным. Итоги голосования будут напрямую влиять на развитие страны в предстоящие годы, отметил Путин. Убежден. Вы понимаете, какой непростой период сейчас у нашей страны. Какие сложные вызовы стоят перед нами практически во всех сферах. И чтобы продолжать достойно отвечать на них, успешно преодолевать трудности, нам и дальше нужно быть сплочёнными и уверенными в себе. Мы уже доказали, что умеем быть вместе, защищая свободу, суверенитет и безопасность России, отстаивая наши ценности, традиции, историю и культуру, поступая по совести и правде, по справедливости. У нас свой взгляд на то, как и какую страну нам строить, какие планы притворять в жизнь. Поэтому очень многое в предстоящие дни зависит от каждого из вас. Владимир Путин также отметил, что каждый голос ценен и значим. Все мы, многонациональный народ России, одна большая семья, которая заботится о родной стране и хочет, чтобы она была благополучной, сильной, свободной и процветающей, добавил глава государства. Напомню, завтра, 15 марта, по всей России откроются избирательные участки. Начнётся трёхдневное голосование по выборам президента. Заработал Центр общественного наблюдения Краснодарского края за выборами. Его презентовали по видеосвязи Общественной палате Российской Федерации. Он будет работать круглосуточно в дни выборов президента 15, 16 и 17 марта. Подготовлены посадочные места для наблюдателей, на рабочее пространство с компьютерами, в видеостена. Здесь будут работать юридическая и информационная группы. Их задача – проводить правовую оценку информации от мобильных групп и в случае вброса фейков давать СМИ быстрое и обоснованное опровержение. Почти две тысячи избирательных участков будут на прямой связи с ЦОН. Ещё с тысячи участков Центр будет получать видеозаписи. У нас будут работать местные общественные штабы на постоянной связи с Краевым общественным штабом по наблюдению за выборами. Это не первый год мы опробуем уже эту систему. И это очень хорошо, потому что они непосредственно находятся близко к избирательным участкам. Общественная палата края отправит на избирательные участки 5600 независимых наблюдателей. Помогать в наблюдении организаторам выборов и избирателям будет корпус волонтёров-студентов. В дни выборов в круглосуточном режиме будет работать телефон горячей линии. Также можно будет обратиться и через специальную форму на официальном сайте Общественной палаты Кубани. В большинстве школ не будет очных занятий в пятницу, субботу и понедельник. Это связано с проведением голосования. В 99 образовательных учреждениях Краснодара будут открыты участковые избирательные комиссии. Запланированные на пятницу темы в некоторых школах уже изучили, а в других дети пройдут их дистанционно. Также онлайн-занятия запланированы в субботу в школах с шестидневкой. Субтитры создавал DimaTorzok В дни проведения выборов президента страны краснодарцы также смогут проголосовать и за объекты благоустройства. На участках горожане смогут выбрать зеленые зоны, которые обновят к 2025 году. Голосование пройдет в рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды. На выбор краснодарцам представят 9 территорий. Адреса участков для голосования опубликованы на сайте национальных проектов России. Вы можете определить, какие парки, скверы, бульвары, набережные будут благоустроены в ближайшее время. Это и озеленение территорий, это и появление новых детских площадок и современных общественных территорий, которые являются своего рода точкой притяжения для местного населения. За пять лет по программам национальных проектов в регионе было обустроено 1300 общественных территорий. А вот как преображаются города России благодаря национальному проекту формирования комфортной городской среды можно узнать из конкурса видеороликов. Он проходит сейчас и участвуют в нем все федеральные округа страны. Каждая отдельная работа посвящена одному региону, точнее тому, как они преобразились за пять лет реализации федеральной программы. Сегодня в конкурсе опубликовали ролики представителей Южного округа, трех республик – Адыгеи, Крыма, Калмыкии и, конечно, от Краснодарского края. За видеоролики можно голосовать. На это отводится всего 24 часа с момента их публикации. Сделать это можно во Вконтакте на странице конкурса. Введите в поиски «Города меняются для нас», одним словом, без пробелов. Находите сегодняшний пост с роликами и голосуйте. Сейчас лидирует Краснодарский край, победители дня выйдут в финал. Подведут итоги конкурса 30 марта. Губернатор Вениамин Кондратьев встретился с чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Российской Федерации Дауреном Абаевым. Стороны обсудили культурное и экономическое взаимодействие. Глава региона отметил, многие кубанские предприятия уже имеют многолетний опыт сотрудничества с казахскими партнерами. Мы поставляем удобрения, сельхозпродукцию и семена нашей селекции. Только в прошлом году товарооборот между краем и республикой составил 270 миллионов долларов США. Регион заинтересован в дальнейшем развитии и укреплении связи. Мы ориентируемся на нашего президента, а он говорит, что Казахстан это самый надежный партнер России. Конечно, хочется, чтобы отношения максимально активнее расширяли. Я бы хотел, чтобы сейчас в рамках нашего общения с коллегами посмотрели, где мы можем увеличить, в том числе, конечно, и торгово-экономические обороты, и культурные связи максимально где-то вывести на новый уровень. На новый уровень, потому что мы же соседи во главе пакета, который мы предлагаем. Ну, конечно, это наша пшеница, это наша в целом селекция и пшеницы, и подсолнечника, и кукурузы, и свеклы, где мы достигли достаточно высоких уже результатов. Это, конечно, наши удобрения. Это, конечно, объемы промышленной продукции, которые на самом деле мы наращиваем. Много направлений. И если мы говорим экономическое сотрудничество, мы можем сегодня рассмотреть. И оно должно быть, еще раз, подчеркиваю, взаимовыгодным. Губернатор и посол встретились в Сочи. Даурин Абаев рассказал, что успел посетить наш горнолыжный курорт и оценил его развитие. В Сочи развивается. Своими глазами мы это увидели. Роза хутор посмотрели, Красную поляну. Очень впечатлены инфраструктурой. Я был на открытии Олимпиады в 2014 году. Да, я был в составе нашей делегации. Когда видишь, что прошло фактически ровно 10 лет, и через 10 лет это все растет, развивается, это не может не впечатлять. И это показатель того, что все вы, ваша команда, все работают. И только надо поаплодировать этому. Поэтому мы желаем развитию Краснодарского края только всяческих успехов. В ноябре прошлого года губернатор посещал Казахстан. Там Вениамин Кондратьев встречался с торговым представителем России. Более 60 новых модернизированных производств введено в эксплуатацию за последние годы в Краснодарском крае. Промышленный сектор региона развивается. Какие предприятия действуют на территории Кубани и как их поддерживают, расскажет моя коллега. Инновационная, стремительно растущая промышленность Кубани уже два года как отказалась от иностранного технологического допинга и обратилась к внутренним ресурсам. И они не подвели. Как чувствует себя отрасль региона сегодня? Открываются новые предприятия. Строятся следующие очереди заводов. Производственники создают новые технологии. К примеру, на этом предприятии в Кореновском районе производят уникальную смесь. Скорость протекания реакции очень высокая. Выделяется много тепла. Материал схватывается быстро, буквально на глазах. Плотным составом можно чинить мосты и дороги. В прошлом году предприятию дали старт. Вениамин Кондратьев тогда обратил внимание, для строительного блока региона выигрышно пользоваться нашими материалами. Новый цех открыла и компания по производству профилей ПВХ. Для будущих дверей и окон. Руководство тоже не растерялось, а в новых вызовах увидело возможности для расширения. Все мы привыкли к тому, что оно есть. Люди же строят и частные дома, многоквартирные строятся. И никто не задумывается, откуда доберется. И где-то в основном мы думаем, что это все привезенное было из-за границы. Но понимание того, что это делается в Краснодаре, поверьте, оно должно быть сегодня. И в том числе предмет гордости для того, что это комплектующие для строительной отрасли. И эти комплектующие, в данном случае окна и двери, производятся в крае. Вот что очень важно. Это говорит о том, что в этой части строительной отрасли ничего не угрожает. Поэтому, конечно, вот он приехал сегодня, а дальше его можно гнуть, резать. Максимально из этого профиля могут быть окна, двери. Все, что необходимо для того, чтобы качественно ощущать себя в своем доме или в своей квартире. Своим обеспечена даже такая экзотическая отрасль, как судостроение. И это еще одно предприятие, которое посетил глава края. Здесь собирают земснаряды для расчистки русел, рек и добычи полезных ископаемых. На вазе этого предприятия решили развернуть промышленный парк. Ну, чистить нам нужно русло, и на этом мы выделяем деньги. И сегодня вы прекрасно понимаете, что и в целом на углубление, и расчищать реки мы все равно будем. Для этого нам нужна специальная техника. А специальная техника, к сожалению, сегодня не производится у нас в крае. Но мы бы хотели замкнуть этот цикл. И это сегодня важно, что это производство находится здесь, у нас, в крае. Потому что в этом случае мы же, по большому счету, и заказчики, и наши же подрядчики не только будут выполнять работы, но еще и техника. То есть земснаряды тоже будут произведенными на Кубани. Это очень важно. Ну, а что касается промпарка, целиком, конечно, вот на этой территории, я, конечно, его поддерживаю. Уже сегодня нужно продумывать, кто будет резидентом. Как и в промышленной столице Кубани, Армавире, производство встали на новые рельсы. На этом предприятии, где собирают грузовые вагоны, еще недавно остановилось движение. Теперь цеха не узнать. Сейчас идет речь о создании здесь промпарка. Завод не намерен буксовать. Свои продукции оснащаются ближние зарубежья и не только. Мы сегодня говорим, что мы должны выходить на рынки ближнего зарубежья Азии, а вы уже вышли. И вот кто мог подумать 6 лет назад, что предприятие, которое практически уже перестало существовать, вот это предприятие вышло со своей продукцией, с этими вагонами на рынки ближнего зарубежья. И поверьте, это не предел. Я уверен, что эти вагоны наши, кубанские, 100% будут ездить в странах Азии, а может быть и Африки, ну, наверное, процентов 90. Такую задачу мы все точно поставим. Недетские масштабы и в Новороссийске. Там, когда иностранные производители громко хлопнули дверью, импорта заместили игрушки. Изучили рынок, посмотрели. Приняли решение, что наши детки не могут остаться без хороших, качественных детских игрушек. На изготовление кубика уходит не больше 30 секунд. Конструкторы, которые пришли взамен лего, теперь можно встретить на каждом прилавке. Предприятие открывает для себя новые горизонты и рецепты. Так и на этом заводе в Гульгевичском районе, который специализируется на производстве бетонных свай для масштабных сооружений. Совсем недавно здесь стали замешивать такой состав, который пригоден для использования на взлетно-посадочных полосах. Каждый раз у нас немножечко разный идет заказ на марку бетона. Добавить количество воды, добавить количество вот этих поликваста-смесей. Это хорошие у нас рабочие технологии. И последнее, у нас очень хорошая заводская лаборатория. Мы ею гордимся. И мы, кстати, будем вручать вашу благодарность начальнику нашей заводской лаборатории. Она действительно умничка. Она знает, как варить этот кубанский борщ. Новые вкусы ищут и в традиционной для регионной агропромышленной отрасли предприятия. И до этого работали на продовольственную безопасность страны. А теперь расширяют географию. К примеру, на Лобинском предприятии увеличили линейку сортов пшеницы и вышли с ней на новые рынки. На полный цикл производства выходит предприятие в Брюховецком районе. Здесь перерабатывают кукурузу. В процесс скоро включаются роботы. Рабочее место для них возведут тут же. Я смотрю, что у вас здесь стройка, стройка. То есть вы максимально сейчас только реконструируете, модернизируете, приводите к тому, чтобы максимально предприятие отвечало сегодняшним современным требованиям. Но это видно, потому что завозится оборудование, я смотрю, то есть идут максимально какие-то сварочные работы. Но это абсолютно верно. Это то, что сегодня называется конкуренция. И она заставляет у вас именно сегодня действовать, исходя из тех вызовов рынка, который сегодня есть, абсолютно верно, нужно двигаться. Нужно двигаться. Тренд поддерживают на производстве салатов и овощей. На соседнем предприятии самостоятельно выращивают продукты и запустили цех для их переработки. Наряду с новыми предприятиями развиваются и заводы с историей. Так, именитый хлебопекарный цех «Каравай Кубани» в Краснодаре тоже модернизировался. Там установили новые технологические линии, увеличили производственную мощность до 151 тонны продукции в сутки. И при этом сохранили вкус традиции, потому что… Мы первые потребители, наши семьи, наши дети, внуки, родные и близкие. То есть мы делаем продукцию так, чтобы не стыдно было кушать самим. Воспряла и медицинская промышленность. Синтез технологий и науки позволила открыть инновационную лабораторию, где создают радиоактивные вещества, которые помогут выявлять онкологию на ранних стадиях. Она расположилась в Павловском районе. Можем смело говорить, что мы здесь работаем на весь юг. Промышленность сегодня стала отвечать и на нынешние вызовы времени. Так, губернатор несколько раз за последний год встречался с производителями беспилотников. От идеи до конвейера региональные власти поддерживали компанию. Но, конечно, масштабное промышленное преобразование в регионе недоступно без ресурсов. И важно, что и в этом направлении рука у производственников не дрогнула. Так, новый комплекс гидрокрекинга начали строить на Афибском НПЗ. Там смогут производить из легкого мазута более 2 миллионов тонн качественного дизельного топлива. Открываются новые газомоторные заправки, энергостанции. Совсем недавно старт работы питающего центра дали в Сочи, где Вениамин Кондратьев рассказал, чтобы не упираться в потолок, нам нужны новые ресурсы. Регион не может себе позволить остановиться в развитии. В дальнейшее развитие экономики региона, оно просто невозможно без модернизации и развития энергомощностей. А это, опять-таки, новые предприятия, новые рабочие места, новые налоги. Это качество жизни. У нас около 400 проектов приостановлены в реализации только потому, что просто не хватает по-простому электричества. Вот сегодня мы должны максимально наращивать здесь темпы, и мы наращиваем по созданию дополнительных энергомощностей, только потому, что это развитие и в целом юга страны, но мы говорим развитие Краснодарского края. Предприятия, а в том числе уже, дали Кубане рекордный показатель волового регионального продукта – больше 4 триллионов рублей. Такой производственный бум в крае прямо пропорционален поддержке, которую власти оказывают предприятиям. Вениамин Кондратьев не раз говорил, что это лучшие инвестиции в экономику. Поэтому недавно глава региона принял решение увеличить фонд развития промышленности до 7 миллиардов 200 миллионов рублей. Время возможностей не иначе. Компании показали высокую устойчивость к новым вызовам на новом этапе развития. Им карты в руки, а регион готов и дальше вкладывать в их рост. Глава Краснодара сегодня сделал необычный подарок многодетной семье Марановых. У них шестеро детей, трое из которых появились на свет совсем недавно. О подарке и о том, как семья решилась на пополнение, расскажет Алина Сорокина. У краснодарской семьи Марановых трое сыновей, а недавно у них родились еще три девочки. Впору организовывают собственную хоккейную команду, как поются в песне «Великолепная пятерка» и «Вратарь». Это, наверное, одна из самых удивительных историй. Именно поэтому Евгений Наумов решил сделать такой полезный подарок. Кто Алина, кто Арина, а кто Есения? У нас сейчас она Есения. Спасибо большое. Это вам. Это мамочка. Я бабушка. Я дедушка. Дружок, смотри, иди сюда. Только проживу. Глянь, какая книга с русскими сказками. Мама тебе будет читать. Коляска необычная. В ней можно перевозить сразу всех тройняшек. Так дети никогда не будут разлучаться. Спасибо большое всей нашей большой семье. Мы выражаем благодарность. Мужа на работе не отпустили, но он тоже присоединяется. Вообще огромнейшая благодарность за такую красивую коляску. Действительно редкость. Нереально найти. Я столько искала. Скажу честно, было сложно. С Москвой везли. Очень красиво. Спасибо большое. Вам здоровья. Вашим доченькам здоровья. Будем пользоваться и будем вспоминать добрым словом. Вам огромное спасибо за инициативу. Неожиданно. Быстро прореагировали. Большой подарок получили. Мы думали, к концу месяца. Прям сюрприз для нас. Особенно от меня, потому что мне придется с ними гулять. А вам всего здоровья. Потому что бабушкина, дедушкина любовь – это другое. Конечно, всем интересно, как родители решились на пополнение. И так в многодетной семье. С мужем хотели девочки. Думаем, может, получится четвертая девочка. И получилось вот так. Конечно, уже рады. Бог дал. Думали, одна будет. В любом случае, рады. Будем стараться вырастить хорошими людьми. А имена как подобрали? У вас два парных и синих? Ну да, потому что они одинаковые, близняшки Алина и Арина. И Сеня отдельно лежала. Она как бы вообще разная, на них не похожая, а те прям одинаковые будут. Евгений Наумов отметил символично, что у родителей такой подарок в год семьи. И пожелал им терпения, здоровья, а главное – любви. Алина Сорокина, Алексей Засевский, телерадиокомпания «Краснодар». Финальная игра кубанской серии «Что, где, когда» прошла сегодня в Краснодаре. В интеллектуальной схватке за шесть команд – это представители патриотических, волонтерских и общественных движений, политологи, члены партии и журналисты телеканала «Кубань-24». Всего 24 участника. Накануне старта голосования за президента России тему игры выбрали серьезную. Все вопросы касались избирательного права и выборов. Например, знатокам нужно было как можно быстрее вспомнить, что значит пассивное избирательное право или с какого возраста можно быть избранным в муниципальные органы власти. Знатокам «Кубань-24» не хватило нескольких баллов до победы. В этой игре ее одержали общественники, команда под названием «Гвардейская машина». Большая такая возможность встретиться и со своими коллегами, получить новые какие-то впечатления, эмоции. Всегда интересно проверить свои действительно знания, потому что и избирался, и избираешься, и участвуешь в выборах как гражданин. Поэтому это всегда интересно, актуально. И хотелось бы, чтобы почаще такие события проходили. Лучшей команде вручили уютные толстовки, а те, кому в этот раз победа не досталась, пообещали взять реванш в следующий раз. К другим темам в станице Пластуновской в Денском районе открыли физкультурный комплекс. На торжественное открытие пришли будущие воспитанники секции с родителями. Почетным гостем стал герой России летчик Виктор Маркелов. Обо всем подробнее далее. Еще полтора года назад на этом месте был пустырь, а уже сегодня сияет новенькая звезда. Для жителей небольшой станицы открытие центра – долгожданный праздник. Раньше в Пластуновской не было ни одного спортивного зала. На площади в тысячу с лишним квадратных метров расположили тренажеры, ковры для занятия единоборствами и оборудование для игровых видов спорта. Я думаю, мы здесь будем заниматься физкультурой, а в свободное время будем приходить и заниматься своим спортом. Звезда в Пластуновской появилась благодаря госпрограмме развития общественной инфраструктуры. Строительство и закупка оборудования обошлись почти в 150 миллионов рублей. Это уже 39-й такой центр в крае. Для Кубани развитие физкультурного движения – одна из приоритетных задач. За последние шесть лет в регионе возвели с нуля и капитально отремонтировали больше 200 спорткомплексов, центров единоборств, бассейнов, ледовых арен, стадионов и футбольных полей. Благодаря нацпроектам даже в небольших хуторах и станицах растут многофункциональные и умные спортивные игровые площадки. Такая инфраструктура позволит выполнить цель, поставленную президентом – к 2030 году довести число россиян, занимающихся физкультурой до 70%. Президент Владимир Владимирович Путин огромное значение придает спорту и развитию молодежи. Молодежь – это будущее нашей страны, а будущее должно быть здоровым, сильным и надежным. Эту тему Виктор Маркелов продолжает и на встрече с активной молодежью Денского района. В зале собрались будущие автомеханики, машинисты крана, сварщики – все те, кто будет строить и развивать нашу страну. Сейчас таких специалистов не хватает. Новый национальный проект «Кадры», о запуске которого президент заявил в недавнем послании Федеральному собранию, в корне изменит ситуацию. Профессионалов будут растить еще со школы. Заслуженный военный летчик рассказал ребятам о своем армейском пути и подвигах, за которые был удостоен звания Героя России. И напомнил молодежи о необходимости всестороннего развития. Тем более, сейчас для этого государство предоставляет все возможности. Бесплатные программы обучения, гранты на социальные и культурные проекты, современная инфраструктура, бонусы для волонтеров. А в свободное от учебы время школьники и студенты могут бесплатно ходить в кино, театры и музеи по Пушкинской карте. Денис Сенькин, телерадиокомпания «Краснодар». В станице Медведовска и Тимошевского района после капитального ремонта открылась детская музыкальная школа. Строительство длилось почти два с половиной года. Ремонт стал возможен благодаря госпрограмме Краснодарского края развития культуры. Поздравить станичников на открытие приехали руководитель благотворительного фонда помощи детям «Край добра» Яна Старожук и глава района Андрей Полий. О первых впечатлениях гостей и юных артистов в сюжете. Мы гости, гости долгожданные, заходите, гости наши славные. Вот так по-кубански хлебом и солью встречают почетных гостей. В качестве хозяев сегодня сами дети. Именно они знакомят посетителей со своим домом музыки, а заодно и проводят экскурсию. Иван Дрехлов, учащийся в музыкальной школе по классу фортепиано, рассказывает гостям о своих преподавателях, тех, кто каждый день учит прекрасному у детей станицы Медведовской. И о каждом музыкальном инструменте в школе. Гитара – один из популярнейших музыкальных инструментов на планете, игре на котором могут похвастаться 6,5% населения планеты. Многие дети мечтают научиться играть на этом прекрасном музыкальном инструменте. Светлые и уютные классы – новые музыкальные инструменты. Здесь созданы все условия для комфортного обучения нотной грамоте. Детки, а вы не волнуетесь? А вам здесь нравится? Какие молодцы, что ходите и занимаетесь музыкой. Потому что музыка, литература развивает человека очень сильно и мощно. Строительство детской музыкальной школы началось в 2021 году. Когда-то на этом месте была аптека. Бывшие здания полностью реконструировали. Поменяли системы коммуникации, отопления, водопровод, старые окна и двери заменили на новые. Сделали кабинеты. Капитальный ремонт музыкальной школы стал возможен благодаря краевой программе развития культуры. Стоимость объекта составила больше 9,5 миллионов рублей, из которых 8 миллионов – средства краевого бюджета. Еще в рамках национального проекта «Культура» была выделена субсидия в размере 4,7 миллионов рублей на приобретение музыкальных инструментов и учебников. Все инструменты, которые здесь есть и все, что сегодня сделано, сделано благодаря решениям и инициативам нашего президента Владимира Путина о поддержке сферы культуры. Конечно, еще важно, что дети в шаговой доступности могут все это получать, развивать свои таланты. И предложение президента о том, что сегодня появится и программа «Земский работник культуры», она также актуальна для тех специалистов, которые решат приехать, быть может, в эту станицу и начать работать. После экскурсии гостей ждал большой праздничный концерт, который подготовили учащиеся и учителя музыкальной школы. Путина крылечка, ты маешь сердечко, а без тебя тоскую я давно. Развитие системы образования и культуры, а также поддержки детей-сирот говорили уже на встрече в Медведовском детском доме. Он был основан в 1938 году. Учреждение рассчитано на 35 мест, сейчас там проживает 25 воспитанников. Яна Старожук посмотрела, в каких условиях живут дети и отметила, что сегодня государство делает все для поддержки таких ребят. Президент страны неоднократно отмечал, что помощь детям-сиротам с выбором своего будущего жизненного пути является важной государственной миссией. Поэтому в прошлом году были внесены изменения в федеральный закон о дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Виктория Зеленская, телерадиокомпания «Краснодар». Наше время подошло к концу. Следите за новостями в наших социальных сетях и на официальном сайте. До встречи.